Неоднократно приходилось и приходится сталкиваться, когда между мощностью двигателя танка и его максимальной скоростью проводится прямая непосредственная связь. Правильно ли это? Как вы считаете и почему? Достаточно длительное время самым быстрым в мире считался танк «Скорпион», разработанный британскими конструкторами в 1967 году и вошедший в серию в 1971 году. Боевая машина действительно отличалась высокой маневренностью и скоростью до 80 км в час, однако производство танка после выпуска более 1800 машин свернули в 1996 году. Сегодня, если для определения наиболее быстрого танка рассмотреть то пять самых совершенных боевых машин разных стран, то вырисовывается весьма интересная картина. Какая? Приветствую, на связи Нью-Солдат. Сейчас все узнаете. Поехали! Но сначала давайте отдадим дань уважения старичку «Скорпиону». Расскажем немного о нем. Этот танк классифицируется как легкий разведывательный. Его также называют боевой разведывательной машиной, сокращенно БРМ. Отметим, что «Скорпион» все еще находится на вооружении многих армий. Он выгодно отличается своими компактными размерами, маневренностью и высокими скоростями. Эта машина имеет двигатель, выпускаемый известной фирмой «Ягуар». Он способен развивать мощность в 195 лошадиных сил, разгоняя танк до 80 км в час, что делает его одним из самых скоростных в мире. Размеры «Скорпиона». Длина корпуса 4,79 метра. Ширина корпуса 2,24 метра. Высота 2,1 метра. Клиренс или дорожный просвет – 356 мм. Точные данные о толщине брони танка неизвестны, но предполагается, что она варьируется в пределах от 20 до 60 мм. Оснащен «Скорпион» полуавтоматической пушкой, которая имеет диаметр ствола в 76 мм. Устанавливается она в лобовой части башни. А теперь перейдем непосредственно к нашему рейтингу. Пятое место в нем занимает «Челленджер-2», в переводе с английского «соперник, посылающий вызов». Это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, который, так сказать, принял пальму первенства у «Скорпиона». Данный танк также состоит на вооружении в армии «Амана». Предполагается, что эксплуатация танков этой модели продлится до 2035 года. Нужно сказать, что корпус танка точно такой же, как и у «Челленджер-1», но в конструкцию внесено более 150 улучшений узлов и механизмов, в первую очередь направленные на увеличение надежности танка. Башня танка получила совершенно новую формулу. Усилена броневая защита танка. Так, в настоящий момент танк «Челленджер-2» имеет наиболее высокую броневую защиту по сравнению со всеми танками НАТО. Основное орудие танка – 120-мм нарезная пушка Ordnance Royal L-30. Компьютерная система управления огнем – это глубоко усовершенствованная система от танка М1А1 «Абрамс», которая позволяет проводить и дальнейшую модернизацию. Разработка танка началась в ноябре 1986 года. В июне 1991 года танк был одобрен для вооружения Королевской армии. Компания получила государственный заказ на производство 127 танков «Челленджер-2». На экспорт в Грецию, Катар и Саудовскую Аравию поставляются танки «Челленджер-2И», адаптированные под климат конкретной страны. В январе 2004 года компания-разработчик танка получила заказ на переоборудование боевых машин новыми пушками Л-55, то есть теми, что установлены на немецкие «Леопарды». Это позволяет унифицировать боеприпасы в рамках НАТО. Все пушки оснащены гиростабилизированным панорамным прицелом французского производства. Прицел установлен на крыше башни. Для ночного боя предусмотрен тепловизор для наблюдения и стрельбы. Тепловизор установлен внутри бронированного кожуха над стволом орудия. Башня вращается с помощью электрического привода. Отказ от привода под действием давления масла связан с безопасностью и повышением надежности в целом. Танк обладает технологиями стелс для малозаметности при сканировании радарами с воздуха. Кстати, друзья, о том, что такое стелс, мы подробно рассказывали в нашем выпуске под названием «Стелс. Как это работает? Что внутри технологии стелс?». Посмотрите его, если по какой-то причине не смогли сделать этого ранее. А мы продолжим. Силовая установка танка Challenger 2 – это 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. от компании Perkins Angels Shrewsbury Limited. Коробка передач модели ТН-54. Шесть передач вперед и две передачи заднего хода. Максимальная скорость по шоссе составляет 59 км в час. Средняя скорость по пересеченной местности – 40 км в час. Четвертое место. Меркава Марк 4. Израиль. Колесница. Именно так с иврита переводится слово «Меркава». Первый танк «Меркава МК-1» был произведен в 1974 году. Последней модификацией танка является «Меркава МК-4». Программа разработки танка «Меркава» была утверждена в августе 1970 года, вскоре после отказа Великобритании продать Израилю танки «Чифтен». Работы по проектированию возглавил генерал-майор Исраиль Таль, что необычно для мировой практики танкостроения. Таль был не инженером, а боевым офицером, участником всех арабо-израильских войн. Во время шестидневной войны он командовал одной из трех бронетанковых колонн, разгромивших египетские войска на Синая. В конце 1960-х годов занял пост командующего бронетанковыми войсками Армии обороны Израиля. Как вы считаете, друзья, должны ли обычные военные, не инженеры, пробовать свои силы в разработке техники и оружия? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу, а мы идем дальше. Стальной макет танка «Меркава» был изготовлен уже в апреле 1971 года. В течение 1972-го отрабатывалась концепция переднего размещения моторно-трансмиссионного отделения на переделанном танке «Центурион». В декабре 1974-го были построены два первых опытных образца. Первые четыре серийных танка были переданы АОИ в апреле 1979-го, а в октябре того же года «Меркава МК-1» был официально принят на вооружение. Характерной особенностью танка является компоновка с расположением моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса. Такое конструктивное решение обеспечивает дополнительную защиту экипажа. Уникальной особенностью танков «Меркава» является наличие в корме отсека, используемого для перевозки десанта или раненых. Также в отсеке могут размещаться дополнительные боеприпасы. Эта особенность превращает «Меркава» по сути в универсальную боевую машину, способную выполнять в зависимости от боевой обстановки тактическую роль и танка, и БТР, и БМП. Отсек имеет броневую дверь в корме, позволяющую экипажу в критических ситуациях покидать танк сзади. Двигатель на танке стоит американский – дизель воздушного охлаждения Teledyne Continental AVDS 1795A с турбонаддувом. Дизель представляет собой форсированный до 900 л.с. двигатель AVDS 1790, ставившийся на американские танки М-60 и израильские Centurion и М-48. Трансмиссия также американская Allison CD850-6B, но модернизированная израильскими специалистами полуавтоматическая гидромеханическая с гидрообъемным механизмом поворота. Подвеска независимая пружинная типа Кристи. С каждого борта установлено по шесть обрезиненных опорных катков диаметром 790 мм и по пять поддерживающих роликов. Два из них поддерживают верхнюю ветвь гусеницы за удаленную от корпуса часть, а три за ближайшую. Элементы подвески расположены с внешней стороны корпуса. На двух передних и двух задних узлах подвески смонтированы телескопические гидравлические амортизаторы. Динамический ход опорных катков 210 мм. Каждый узел подвески крепится к корпусу на четырех болтах и может быть быстро заменен при выходе из строя вследствие подрыва на мине. Ведущие колеса переднего расположения. Отказ от торсионной подвески позволил выполнить днище корпуса гладким V-образной формой, что наряду с разнесенным бронированием днища повышает защищенность корпуса при детонации мины. Балансиры нечетных по счету катков направлены в сторону носа танка, четных в сторону кормы. Поэтому внешние узлы подвески попарно образуют три тележки, что может ввести в заблуждение и в некоторых источниках указывается, что подвеска Меркова балансирно-пружинная, хотя на самом деле она независимая. Гусеницы цельнометаллические с открытыми шарнирами. Ширина траков 640 мм. Количество траков в гусенице 110 мм. Длина опорной поверхности 4,52 м. Ходовая часть прикрыта шестисекционными экранами, изготовленными из стальной брони. Экраны могут откидываться вверх для доступа к элементам подвески. В 2012 году Миноборона сформировала группу во главе с бригадным генералом запаса Диди Бен Йошем, которая должна была отвечать за разработку танка будущего для армии обороны Израиля. Руководителям оборонной промышленности и командованию сухопутными войсками было предложено высказать свое мнение по поводу того, как должен выглядеть этот танк. Предполагалось, что он будет легче, меньше, с автоматической зарядкой и экипажем из двух человек, и иметь в своем распоряжении модульную систему оружия, включающую различные его виды, в том числе ракеты. В сентябре 2013 года сайт Israel Defense сообщил, что Министерством обороны Израиля в рамках нового многолетнего плана развития от Сахала решено рассмотреть возможные альтернативы и не разрабатывать танк Меркова 5 модели, а продолжать производство Меркова МК-4. Последующим поколением будет не Меркова 5, а танк с иными огневыми, защитными и двигательными характеристиками. Позднее было решено вернуться к МК-4. Третье место. М1А2 Абрамс, США. Задачей танка является сближение силами противника и их уничтожение с использованием маневра, огневой мощи и эффекта внезапности. Находится он на вооружении в танковых и разведывательных батальонах. Вместо нового производства армия модернизировала тысячу устаревших М1 Абрамс до уровня М1А2. Это позволило значительно снизить уязвимость путем добавления дублирующих компонентов и рассредоточения средств передачи данных и электроснабжения. Основными отличительными особенностями М1А2 Абрамс, которые отличают его от своего предшественника, являются. Информационная система IVIS. Независимый тепловизор командира CITV. Система позиционирования и навигации POS-NAV. Усовершенствованный пульт управления огнем ICWS. Двойное резервирование устройств передачи данных MILST 1553D и общей шиной. В 1999 году в серийное производство был запущен пакет усовершенствований CEP, который включал второе поколение FLIR, систему командования и управления программным обеспечением EBC, заброневой вспомогательный энергоагрегат UAAPU, систему управления TIMI-S. В дополнение к модернизации произведенных ранее танков, армия США обеспечивает снабжение техники, проданной в Саудовскую Аравию и Кувейт. Второе место. Леопард 2А7. Германия. История леопардов началась в далеком 1956 году. И с тех пор этот танк претерпел немало изменений. Леопард 2А7, поступивший на вооружение армии Германии в 2014 году, отличается высокой скоростью. Он оборудован двигателем в 1500 л.с. Скорость леопарда 2А7 по шоссе способна достигать 72 км в час. Этот танк представляет собой последнюю, седьмую по счету модификацию танка, известного под именем Леопард 2. Он отличается от предыдущей версии Леопард 2А6, улучшенной противоминной защитой, накладными элементами, которые защищают башню, лобовую часть корпуса танка и две трети борта от снарядов. Усовершенствованной системой связи, реализация технологии цифровая башня, добавлением в боекомплект современных снарядов и еще целым рядом нововведений. С каждой новой модификацией танк увеличивал свою массу. Последняя версия весит порядка 70 тонн. Вооружен Леопард 2А7 120-мм пушкой. Размеры этого танка составляют длина корпуса 7,7 метра, ширина корпуса 3,7 метра, высота 2,79 метра и клиренс 490 мм. Первое место. Т-14 «Армата. Россия». Основной боевой танк Т-14 «Армата» — это единственный в мире танк 3-го послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Подробнее о самом танке смотрите в нашем выпуске под названием «Т-14. Супертанк для войны с НАТО». Танк «Армата Т-14». А мы на этом все. Если вам есть чем дополнить наш сегодняшний выпуск, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. Там же высказывайте свои замечания и пожелания. Ну и не забудьте подписаться на канал, если пока что не сделали этого. До скорого, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok